Сколько нужно школ в Москве? Какой план сдачи объектов? Вот сейчас к вводу подходит, как ты говоришь, порядка 60 объектов и еще, на самом деле, очень много проектирования. Сегодня школа – это индивидуальный проект. Привет! Это видеоблог «Хочу квартиру». Меня зовут Никита Журавлев. На этом канале мы говорим о недвижимости, о квартирах, об инфраструктуре, которая создается в городе и на что делает акцент покупатель. И сегодня поговорим об очень интересной теме. Вы помните свой выпускной? О школьных годах? Как беззаботно проходили эти денечки? Сегодня мы поговорим о школах. Да, именно о них. Для кого-то выпускной – это поступление в ВУЗы, а для кого-то начало подготовки к учебному году. Ранец, дневники, линейка, форма – первый раз и так много. Ну а мы сегодня поговорим о подготовке строительной индустрии к запросу на новые места за партами. Сколько нужно школ Москве? Какой план сдачи объектов? Современная система среднего образования видит перед собой множество вызовов и задач. Ну а что-то даже я вижу впервые и понимаю, что у моего ребенка совершенно другое будущее. Конечно же, главное в современной школе – это место ребенка в системе координат. Как сделать так, чтобы именно он был точкой роста и развития, а педагог был стимулом и мотиватором? Как уберечь педагогов от выгорания и дать им максимально плодотворную среду для формирования образовательной среды? А что делать с современными навыками, которыми ребенок уже начинает владеть? А педагог во многом может и не знать о вариантах применения той или иной технологии. Да и вы сами, наверное, знаете, как мы в детстве учились считать деньги. Знаете, где лежат бумажный рубль, а где мелочь на хлеб. А сегодня у подростка есть доступ к электронным деньгам, платежам. Это что-то наука новая? Финансовые инструменты и грамотность? Психология восприятия информации? Как вам такое направление? А еще, если взять такую тему, как будущая профессия, тут уверен, каждый родитель схватится за голову. Кто же захочет, чтобы его ребенок был блогером или тиктокером? Как я! Лично я прекрасно помню лестницу, на которой мы фотографировались в школе, столовую с булочками и компотом, спортзал и вид из окна на гараже. Кто-то строит фундаменты издания, кто-то учит, как быть лучшим педагогом, кто-то создает программы, в результате которых ребенок уже с первого класса хочет быть учителем. Какую систему мы строим сегодня и к чему она ведет, давайте разбираться подробнее. Одной фразой можно это все сказать. Учение свет, а не учение чуть свет и на завод. Сегодня человек при выборе жилого комплекса пространство для жизни семьи большой акцент делает именно на инфраструктуре. Это социалка. Это социалка в первую очередь, куда будут ходить дети, в садик, в школу. Обязанность застройщика создавать такие пространства. Но в некоторых случаях эта социалка становится коммерческой и не всем доступна. Поговорим об объектах строительства образования. До конца года в Москве завершат строительство и передадут уже департамент образования, то есть запустят в учебный год 56 объектов, это школы, детские сады. Сразу обращаю ваше внимание, переходите по ссылке вот здесь, в описании. Тут я оставлю вам наше раннее видео о школе, современной, большой, гигантской, московской школе. Отмечу, что сегодня школа это не типовые проекты, как это было в Советском Союзе. Я лично учился в школе 468 в Питере, а точно такая же была в соседнем дворе и такая же в соседнем квартале. По всему спальнику Питера было одно и то же. Помните фильм «Приключения электроника»? Я смотрел этот фильм в детстве, мечтал учиться в такой же школе. Сегодня школа это индивидуальный проект. Большое внимание уделяется проектам актовых залов, спортивных. Это как раз решает вопросы внутренней коммуникации детей и формирования у них навыков современной культуры. Еще раз напомню, про одну из таких школ в районе Левобережной мы рассказывали в прошлом году. Помните? Если нет, еще раз напомню. Половина из всех объектов, запланированных на этот год, 34 штуки будут построены за счет застройщиков. Что такое современная школа? Система безопасности детей, охрана, контроль, построение мониторинга, система пожарной безопасности и медицинские кабинеты, в которых есть все необходимое для деятельности. Спортивные оснащения, переодевалки, трудовые кабинеты и компьютерные классы. Модное слово «тимбилдинг» тут это называемое коллективный досуг и отдыха. Ну и различные личности, что для этого есть в современной школе. Музыкальные классы, химия, физика, география. Кабинеты, где мечты о большой науке начинают сбываться. Питание, столовая, какое меню в рационе для ребенка. Я что-то забыл. Ах да, музей, история страны, города, район, да и может быть школа, которая была на месте вновь построена. Сегодня городом разработаны и презентованы новые рекомендации по формированию архитектурно-художественных облика зданий и объектов образования. Сереж, в этом году в Москве сдадут порядка 60 школ и детских садов. Вот как-то трансформировалась на сегодняшний день инфраструктура школьная, то есть подход к созданию, потому что мы увидели, что ПИК построил в Бутово, не принимались школы, долго рубились. Вот эти стандарты, в которых мы жили и штамповали эти школы, давно стали уже не очень корректные. Вот как сегодня подходит город к созданию новых школьных социальных пространств? Ну, на самом деле, ты видишь, что по школам и по детским садам сейчас строительство начался бум, потому что долгое время действительно не строили. И в какой-то момент, помнишь, нужно обеспечивать население новых районов социальными объектами. Вот сейчас к вводу подходит, как ты говоришь, порядка 60 объектов. И еще, на самом деле, очень много в проектировании. Действительно, поняли, что нужно уделять очень много этому внимания, потому что то, как строили раньше, уже не соответствует тому, какие сейчас мы требования закладываем вообще к качеству среды. В связи с этим мы совместно с департаментом образования сейчас разработали... Ну, не могу сказать, что это прям требование, да, это не дизайн-код, но это методические рекомендации по тому, как вообще проектировать объекты образования. При этом у департамента образования есть свои рекомендации, которые касаются именно внутреннего наполнения, то есть самого образовательного процесса, да, и как его в здание погрузить. Классы, это гриборы, реакреации, лестницы, вот это... Ну, связь помещений между собой, там, грубо говоря, вплоть до гвоздя у них разработано. Но при этом они вообще никак не касаются облика. То есть они эту тему намеренно обходят. И вот мы как раз с ними совместно эту нишу заполнили, сделав довольно широкий диапазон возможных решений, которые можно просто брать и как конструктор складывать. То есть, по сути, это такой учебник для всех, кто проектирует школы. При этом там дан очень широкий диапазон, но не все сейчас департамент образования по тем или иным причинам принимает. То есть мы это сделали намеренно, потому что у них могут поменяться какие-то постулаты, какие-то видения. И при этом, чтобы еще раз не переделывать под их требования, у нас есть все, грубо говоря. А они уже из этого выбирают своим техническим заданием, что конкретно можно применять. Ну, а на чем ты основывалась? То есть, что туда, что там нового такого, интересного, такого уникального мы там можем увидеть в новых, в будущих школах? На самом деле ничего уникального и нового. Просто дело в том, что мы взяли уже существующие привычные стандарты комфортной среды, то есть, которые у нас в Москве уже применяются в рамках моей улицы, то, что сделано, в принципе, в поликлиниках, то, что сейчас новые строятся, и адаптировали это конкретно к объектам образования. Объекты образования мы делим на две составляющих. Это территория и это объект. То есть, отдельно у нас даны рекомендации по тому, как работать с территорией, то есть, какие должны быть площадки. То есть, это, в принципе, все про детализацию. То есть, что это не бордюр с заборчиком, крашенный зеленой краской, а что это конкретные узлы, конкретные решения, которые соответствуют тому, что, в принципе, сейчас в качественном городе делаются. Ну и по фасаду школы то же самое, просто для того, чтобы это не выбивалось из качественного облика той застройки, которая сейчас делается. В этом году в Москве сдадут почти 60 школ и садов. Школы строятся по индивидуальным проектам, мы об этом уже говорили. Да и еще, если раньше все только критиковали за обещание построить школу, то теперь, обращаясь к вам, родители, пообещайте, что вы будете учить уроки с детьми и делать домашнее задание. На этом все, дорогие друзья. Учите своих детей и пускай они ходят в отличные современные школы. Выбирайте жилые комплексы, там, где строится современная социальная инфраструктура. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok